Коксосмыка Вот открылась дверь и ко мне зашла, мне кажется, самая нежная певица города Екатеринбурга, вот, это Марина Катаева, я думаю, любители хулиганской озорной песни ее знают Нежной, нежной песни Нежной песни, да, и Маринка, давай сразу же сбацаем А давай, а что мы сбацаем? А давай Мурку сбацаем А раз пошли на дело, я и Рабинович Неужели? Рабиновича выпить захотел Кажется, тут не выпей Бедному еврею А если у него нет срочной дела Нет, Рабинович стрельнул Стрельнул? Стрельнул, промахнулся И попал немножечко в меня Ох, вот уж три недели Как я лежу в постели А Рабинович с Муркой гуляют Как полудня Ой 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 Молодец, хорошо, вот и кончили Закончили Извини-ка 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 Марина, ну давай мы с тобой поговорим Ты мне скажи, пожалуйста, и вот людям Без 100 грамм не скажу Ну кефирчику я тебе плесну, выпьешь Так не честно, папа, мы с тобой всю жизнь общались вот не на сухую С кефиром С кефиром А ты меня пригласил и пытаешься сейчас вот, и так не честно Честно, честно А скажи вот, Маринка, почему, допустим, не попса, почему там не то, не сё, почему блатная песня, с чего ты вдруг раз и заблатовал это, я не понял Да я всю жизнь себя спрашиваю, почему все поют нормальные песни, а я вот такие Пришёл ответ, исполнила себя лет 8 Я в то время пела все наизусть песни Высоцкого, Аркаши Северного, Братьев Жемчужных И представляете, такая аккордина, без слёз просто невозможно это вспоминать Стоит такая фея восьмилетняя и поёт А вино и мужчины, это моя атмосфера Вот, так всё и началось А на эстраду как с этими песнями-то выпорхнула? Выпорхнула, это тоже отдельная история Меня нашли вообще, буквально на какой-то помойке отрыли жемчужинку такую И говорят, не хочешь ли ты нам подпеть своим тоненьким, корявеньким голоском, буквально фальшивеньким Я сказала, почему бы и нет И мы с Надюхой стояли на сцене, когда папа Радж пел уже, ну, он мэтр, ему уже 160 уже 5 лет, понимаете? А мы маленькие девочки, он поёт, а мы «Е-е-е-е-е-а-у» Вот и всё, да, вот так я вышла на сцену Ездили вообще по таким, извините, кислодрищинском, простите за выражение Ну, а свои песни? Свои когда начала писать, что? Свои? Свои с детства Какая первая песня была? Годов три года была первая моя песня Гладная, что ли? Ну, я думаю, что под это настроение любая детская песня будет блатной. Смотря как спеть, это же состояние души. Можно спеть любую детскую песню в этом ключе, и будет выглядеть как блатная. Ты разве не пробовал ни разу? Спят усталые игрушки, пытался как-то петь. Но что-то ничего не выжило. С кем пишешься? Кого любишь, кого не любишь? Ну, сначала я писалась с тобой. Со мной? Было дело или нет? Было, было. Ну, там, правда, всё вырезали это, а потом записали другую. Я помню это. Ну, кажется, пару слов там осталось что-то. Потом решила своё записать. Думаю, сколько можно помогать разным товарищам неблагодарным. Шутка, шутка, шутка. И решила, думаю, дай-ка я сама попробую. Ну, попробовала. Приткнёшься ещё? Подожди. Когда Валера Парамонов послушал то, что я там нацарапала, я вдруг решила, почему бы нет. В то время у меня такое состояние души было, что я хотела. Я вот написала такие стихи. Мне кажется, весь... Нет, нет. Мне кажется, одной рукой весь мир обнять смогу. С этим я родилась, с этим и ку-ку. Сами понимаете. Ну, не дай бог, конечно. Вот такое состояние души, оно родило вот эти вот песни. На самом деле я родилась там в нормальной советской коммунистической семье. В общем, даже к астрологу ходила, говорю, спрашиваю, а что такие песни-то пою? Они посмотрели, говорят, так блин, в прошлой жизни-то, сама понимаешь, вот и отрабатываешь сейчас. А кто ты в прошлой жизни? Ну, было там, было. Не могу сказать, это тайно просто. Они сказали, никому не говори, иначе проблемы будут. Вот, а записывалась я сначала с Валерой Парамоновым, а потом с Владимиром Елизаровым. Самые наши старые, во всех отношениях, аранжировщики, известные. Ну, а студии? Какие студии? Ну, студии. У Новикова пыталась, потом к Зайцеву перешла. Так вот, с Зайцевым потом и... И покончили, вернее, закончили. Извините. Ну, Витя, собственно, известный такой продюсер. Да, студия Антен. В этом плане. Он молодец. Ну, а сейчас чем занимаешься? О, это отдельная история. Я не скажу, что, чтобы я, конечно, со мной что-то случилось, или там кирпич мне на голову упал. Ну, способности, видимо, были всегда. А сейчас я занимаюсь целительством. Ха-ха-ха. Хо-хо-хо. Ты меня вылечишь? Ну, папа, тебя уже никто не вылечит. Это уже точно. Ну, что же, Маринка, спасибо за откровенность. Это очень важный разговор. Я тебе очень благодарен. На здоровье. Давай с Батсомчей напоследок. Вот мне нравится песня. Валерий Иванович, да, посвящается? Да. Ну, давай. Валера, что ты медлишь, наливай. Быть может, я в чем-то не права. Какую долю выбираю, не жалею, не страдаю, все равно тебе верно. И еще раз. Какую долю выбираю, не жалею, не страдаю, все равно тебе верно. Опять не слава богу, все и убираем от ментов. Как тормоза скрипят, я это не люблю. Но никому не проклинаю, я так сохранишь. Господи, мою жизнь и жизнь твою, Валера. Валера, опа, Валера. Спасибо, Маринка. Пожалуйста, здоровья. Вам спасибо. Я думаю, мы еще с тобой увидимся. А сейчас ребята послушают эту песню в сопровождении... Кто? У тебя Валера был тогда, аранжировщик? Аранжировщик, да. С аранжировкой Валерия Парамонова. Аранжировщик, да.